всем привет ну вот я и на даче жарко но ничего рубка леса в смысле стрижка газона и все такое прочее но музыка не отпускает она всегда со мной также как и с вами я благодарю вас за то что вы смотрите вот это все за то что пишите комментарии за то что материально поддерживается канал очень признателен вам за это в комментариях тут сегодня опять какая-то микро баталия разразилась но это нормально это весело это здорово предвкушаю еще одну баталию по поводу пластинки группы genesis на сырой краем 1971 год это если память меня не изменяет третий альбом группы genesis я в юности безумно любил вот этот период творчества группы с питером габриэлом сейчас меньше его люблю сейчас больше мне нравится то что было уже потом собственно фил коллинз и здесь был уже да то есть мне больше нравится сольная карьера петра габриэлла и творчество группы genesis под руководством уже фила коллинза в качестве лидера вот вот такое я это самое изобретение человечества да чтобы не сказать другого слова ну кому как я знаю что огромное количество людей обожает именно ранний период genesis не буду их разочаровывать потому что мне тоже нравится эта музыка я редко очень слушаю эти пластинки уже габриэллурского периода но тем не менее когда слушаю получаю массу удовольствие так что но в первую очередь конечно музыка довольно странная а во вторую очередь текст и песен текст и песен меня радует честно говоря ну я только в переводе я на слух воспринимаю примерно 20 процентов из того что поется а то иногда и 15 уж английский язык вообще чудовищный настолько отличается от американского которому я более-менее адаптировался там свое время когда впервые оказался в лондоне мы пришли женой в гостиницу и я понял что я вообще не понимаю на каком языке вокруг меня говорят то есть такая разница серьезно потом привыкли более-менее ну текст и песен очень хороши мне не очень нравится да все читали нам все знают но это кайф от музыку бокс за когда мальчик и девочка играли в крокет девочка снесла мальчику голову мальчик умер стал превратился в призрака стал приходить девочки в образе призрака причем дико постарел этот старый мальчик в конце концов бросился на девочку чтобы изнасиловать и и вот это вот эта история для этого мне русский рок вот это вот лозунги призывы мы пойдем туда мы откроем окно мы за свободу там правду матку вот старый мальчик бросился насиловать девочку прибежала горничная швырнула в призрака музыкальной шкатулки призрак превратился в прах вот эта драма это я понимаю но песня под названием харрол д баррел прелестная на мой взгляд совершенно про толстого мужика который полез на крышу с тем чтобы броситься вниз это такая аллегория придуманная питером габриэлом смысл заключается в том что человек хочет уйти из общества стать свободным освободиться от этих всех условностей всего этого социума все это вот мерзости и скуки и воспарить но это все достаточно смешно конечно здорово вообще это очень хорошая песня хэрол дебаал хэрол дебаал если что он перебор конечно с театром но это на мой взгляд мое мнение это какой-то такой уже совсем уже мюзикл пире мюзикл понятно что габриэл играет интонациями поет от лет от лиц нескольких персонажей в том числе от лица народа англии вот и понятно что все это интересно здорово театрально визуально визуально в музыке но ну да как бы да все 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 красиво все интересно здорово но немножко как там на мой взгляд перебор ну и конечно до фонтайнов салмаке салмакис салмакит так если возвращаться песня про гермафродита который был нормальным человеком да это сын гермеса и афродиты поэтому зовут гермафродит да и он гуляючи по берегу встретил нимфу который дико понравился нимфа заставила его выпить из источника но в данном случае из фонтана и слилась с ним в экстазе до такой степени что превратился парень гермафродит в двуполое существо отчего страшно страдал мучился и жизнь его не сложилась в результате такая вот страшная история песня одна из лучших на самом деле на альбоме она она в 25 раз меньше театрально чем harold de barrell и в 28 раз более музыкально очень интересные музыкальные дела ну а музыки собственно говоря что всем известно да что это первый альбом состава группы который стал золотым так называемым есть люди которые тут рассуждают про золотой век рок-н-ролла что полная чушь на мой взгляд ну золотой состав дженесис да такой самый устоявшийся когда пришел в группу фил коллинз в качестве барабанщика и пришел стив хэкет сменив энтони филлипса который стал записывать прекрасные пластинки соль на их у него много и они все очень красивые красиво ну собственно говоря мюзикл бокс и первая песня была написана филлипсом до его ухода а вопрос воплощение ее состоялось уже с с стивом хэкетом ну и пришел фил коллинз по объявлению который спел кстати здесь впервые выступил в качестве вокалиста for absent friends поет фил коллинз трудно его отличить от габриэла здесь потом они стали отличаться уже и габриэл как-то сказал коллинзе что этот парень поет так же как я только лучше это не мое мнение да это мнение метро коллинз пришел такой паренек в футболке простецкий веселый и оказался кругу господ из престижного учебного заведения которые хорошо одевались прилично себя вели и все и у них в этом смысле не очень склеился коллектив но потом склеился потому что коллинз изумительный музыкант прекрасный барабанщик и музыка вообще музыкант высшего класса конечно что певец что композитор что шоумен что исполнитель пробы негде ставить что называется ну а музыка сама стала посложнее чем на ну первый альбом я не рассматриваю вообще такой странный психоделический фолк хотя я люблю и психоделическую музыку и фолк я люблю но как-то первый альбом genesis меня не вдохновляет почему-то не знаю какая-то студенческая такая не самодеятельность уже ну скорее самодеятельность конечно просто качественно качественно все сделано там продюсеры работали все дела все хорошо от респас по большому счету мне кажется более музыкальным даже чем нас река и хотя нас река настолько закручен настолько заморочен и легко сказать что музыки здесь больше здесь так сложно так все ну дело в том что сложно сложности можно накрутить сколько угодно а музыка это немножко другое это не сложности музыка это вещь которую словами не выразить и вот этой самой словами не выразить музыки в треспасе больше внятных не то чтобы внятных мелодий а каких-то таких вот проникающих в сердце ну здесь тоже все хорошо ну конечно я я забыл упомянуть the return of the giant hogwood полотно про борщевик который захватывает весь земной шар очень смешно вот тема песен вот эта тема вот это это я понимаю да про борщевик про гигантский сорняк а то что там революции шмарилюции вот это все это не музыка эта газета музыка вот про борщевик мне так кажется но темнее состав сложился и состав конечно несмотря на то что как я сказал уже очень много сложностей сложности ради сложности потому что музыканты все уже вроде вроде более-менее уже все умели а еще больше всего хотели и поэтому все что умели все вывалили прямо в этот альбом и и надо сказать что исходя из того что я читал они были недовольны этой пластинкой потом по выходе потому что ну перемудрили действительно хотя там где не перемудрили очень хорошо до musical box вот эта история с раз два три с четырьмя гитарами которые звучат в начале отлично одна из них двинности струнная две гитары в разных каналах играют разные партии в правом канале появляется еще одна гитара вот как раз 12 струнка где-то локально и 4 слайд появляется уже по серединке когда габриал начинает петь появляется слайд локально тоже дискретные такое такая дышащая картинка гитарная просто изумительная и ничего не лезет вперед там хакет конечно наиграл прекрасно ничего не лезет вперед все дышит все переливается потом габриал начинает петь по две потом появляются флейты в количестве трех сначала одна флейта я не помню одно я помню что там трехголосия пошло у флейт потом габриал начинает петь сначала два голоса потом они сливаются в унисон и как бы дабл-трек идет голоса габриала и потом этот дабл-трек расползается в три голоса по моему и так затихание уходит уже трехголосия из унисона все очень красивые таких мелких штучек их полно их напряжение всей песни если слушать на кого-нибудь мыльницы и она прозвучит интересно красиво хорошая такая роковая песня до закрученная замороченная начинаешь слушать на аппарате и слушаю там в наушниках я не знаю я в наушниках не слушаю тем не менее там столько таких штучек красивых безумных абсолютно и конечно с тембрами работа изумительная мне местами между прочим напоминает the soft machine в частности the musical box по тембру по манере игры коллинза который бесконечно везде очень много играть на барабанах песни the musical box чем все это тихо все это сзади где-то находится и тембры такие мягкие в барабанах но очень у него джазовая какая-то история через весь этот musical box сплошной в барабанах джаз идет напоминает роберта вайта кстати вот почему я говорю о софт-машин и еще а софт-машин напоминает перегруженный звук органа страшный какой-то просто скрижещущий такой дребезжащий и такой же перегруженный звук гитары как как какой как накрутил этот тембр хэкет я просто не представляю на такой такие страшные звуки что орган что гитара вот эти вот чудовищно но очень интересно ну for absent friends красивая акустика с миллионом гитар опять-таки записанными хэкетом поет коллинз приятная штучка перед тем перед страшной битвы the return of the giant хогвет страшная битва человечества с борщевиком я писал маленькую статейку помню на яндексе что ли где-то восхищался этой пластинкой это был период какого-то озарения я сейчас я не испытываю такого адского восхищения перед ней но отдаю должное тому что это люди постарались вот этот самый giant хогвет такое драматическое полотно просто батальная опять-таки с тембрами с музыкой все в порядке все хорошо люди постарались потрудились но придумывали недаром это бластинка считается одной из там какое-то 30 место по но среди лучших а львов прогрессивного рока так называемого я абсолютно согласен потому что во-первых от 71 год это древность старина и в то время так никто не играл никто не ес никто вообще такого здорового безумия не было все играли все играли в общем в традиции на самом деле есть там и марселла и кант палмер все играли в традиции здесь традиция разрушена напрочь здесь что вижу о том пою как а давайте здесь так а давай а давайте так а давай и все это и все это очень гармонично очень красиво то есть все это осознанно делается не просто от балды там что-то накрутили а осознанно серьезно проработана серьезно продумано и очень хорошо на пластинках филла коллинза я потом отдельно поговорю так что на свой край страшные истории про стареющих призраков про изнасилование призраками прекрасных девушек про сорняки которые сжирают все и все остальные ужасы и чудеса я так разволновался что пойду пить пока